Пышность веток и сохранность дерева. Вот на что сейчас обращают внимание покупатели елок в первую очередь. А потом уже на ее стоимость. Если хотя бы одна ветка сломается, то елка моментально теряется в цене. Например, вот такие елки будут стоить от 2 до 3 тысяч рублей. Ну а если елка пышнее и, соответственно, выше, то и цена, к сожалению, будет намного выше. Она будет разниться от 5 до 7 тысяч рублей. Но можно и шикануть. Самая большая елка в Барнауле стоит порядка 10 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом на нескольких точках цена за елку выросла в среднем на 500 рублей. А привозят зеленый символ нового года зачастую из Горного Алтая, Черышского и Тогульского районов. Елочные базары расположились во всех районах Барнаула. Так, в железнодорожном районе 6 точек, в Центральном 9, по 5 в Октябрьском и Ленинском. А самым богатым на елочные базары является индустриальный район 21 точка. Напоминаем, что покупать елку нужно только в легальных торговых точках, куда завозится деревья, выращенные в специальных питомниках. А если кто-то пожалел деньги и решил срубить дерево, то будьте готовы за это отвечать. На сегодняшний день у нас идет снижение по незаконным рубкам холодных молодняков. В 2022 году было зафиксировано 5 фактов на 611 тысяч рублей. В этом году зафиксировано 2 факта на 158 тысяч рублей. Если стоимость одного новогоднего дерева будет превышать 5000 рублей, ну ущерб сам, то наступает уголовная ответственность. Там может как судья вынести как штраф, так и меру пресечения избрать. А еще люди выбирают не живые елки, а искусственные. Сейчас это тоже очень сильно популярно. Вот, например, у меня дома стоит тоже елка искусственная. И давайте узнаем у моего оператора Андрея, какая елка стоит у него. Андрей, у тебя искусственная елка дома? Ну вот видите, у каждого свой выбор. Дмитрий Дроздов, Андрей Петеркин. День с толком.